Вот курты, да, ухаживая, вместо того, чтобы цветы дарить, признаваться мне в любви, петь серенады под моим окном, он прятал сумку. Но здесь тоже были какие-то негативные моменты. Я сразу такая, куда кидать себе? Он должен был сказать, куда нужно подлететь. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас опять роллы. Опять! И опять мой любимый сет. Я один раз уже заказывала его и снимала для вас видео. Он мне настолько понравился, что я решила повторить. Вот так вот. Наверное, выложу это видео где-то через дня 5, чтобы не повторяться, как бы. Просто мне настолько сегодня хотелось вот эти роллы, что я не смогла устоять. А я понимаю, что буквально недавно уже было видео с вот этими роллами. Было такое ощущение, что доставщик просто летает. Я сделала свой заказ. Прошло, наверное, минут 20, и он мне позвонил. Говорит, куда надо подъехать. Он должен был сказать, куда нужно подлететь. Потому что настолько быстро было это вообще. Я была приятно удивлена. Сегодня вообще были другие планы на сегодня. Мы с Ватей должны были снимать в одном из заведений. Мы сегодня договорились на утро. Почему выбрали утро? Чтобы там было меньше народу. То есть, когда в заведении есть и другие люди-посетители, то бывают посторонние звуки, которые вас раздражают. Я встала рано. Крашу сюда ее. Смотрю, от нее нету. Ни слуха, ни духа. Хорошо, что я не пошла туда и не там ждала ее. На улице еще и дождик, клюет как из ведра. Я ей начинаю звонить, звонить, звонить. Она не берет трубку, но реакция. Я уже испугалась. Думаю, может, что с ней случилось. Думаю, ну не может она спать, ну прям до 12. К сожалению, домашнего номера у меня в Ате нету. Это, кстати, очень плохо надо взять. И, в общем, я так и не дозвонилась. Потом она сама мне позвонила и сказала, что она проспала. В принципе, мы могли бы пойти чуть позже и снимать видео, но у меня очень плотный график. Реально. Вот я запланировала, что с 10 до 12 я буду с Ате снимать видео. Уже в час у меня уже другие планы, понимаете? А если она еще в постели, пока она оденется, накрасится, приедет туда, куда надо, когда это пройдет полтора часа. Поэтому я решила, что мы вот эти съемки перенесем на другой день. А сегодня я просто сниму что-то такое для себя. Вот. Все часто задают вопросы, почему редко бывают видео с Фадди. По возможности мы стараемся почаще, но нужно найти такое время, чтобы было ей удобно и мне, и удобно было ей. Так как мы обе работаем, трудно подобрать время. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Мне кажется, если я даже каждый день буду кушать роллы, на протяжении, наверное, месяца, мне все равно не надоест. Даже наоборот. Это как я услышала, что в Макдональдсе, те, кто работают там, им питание, вот именно Макдональдса, бесплатно. Я сразу такая, куда кидать ТВ? Как устроиться туда на работу? Я хочу каждый день кушать. То, что они там едят. И, кстати, на удивление, у меня у подруги был знакомый, который как раз-таки работал в Макдональдсе, и им вот наггетсов, что хочешь ты берешь из меню, и тебе бесплатно. И они из дома приносили еду. Потому что, во-первых, им надоела эта еда, во-вторых, она вредна, они себя уже плохо чувствовали на протяжении того, как неделю питались в Макдональдсе. Так что надо учитывать это. Мне кажется, иногда можно, раз в три дня можно в Макдональдс пойти. Но чтобы в день три раза там питаться, это плохая идея по мне. А это кто его так положил? Шапочкой вниз. Еще, кстати, мне вчера ночью в Инстаграме написала девочка. Я ее даже не узнала. То есть она мне, оказывается, очень много писала в Дайрект, потом она мне написала в комментариях. Я увидела. Я смотрю, она из того же города, в котором жила я. Потом прочитала сообщение. Оказывается, это моя бывшая одноклассница. Представляете? Настолько человек изменился, вот именно внешне. А сейчас это такая просто красотка. Она занимается спортом. Она носила брекеты. Брекеты она еще носила тогда, когда я ее видела. Но настолько человек изменился, закончил юридически. Она говорит, я работаю адвокатом. Я думаю, блин, как круто. Ай да. Что ж ты будешь делать? Я помню, что все в классе над ней издевались. Из-за того, что она немножко полненькая. Так вот, ребят, не издевайтесь. Вы не знаете, что будет завтра. То есть я увидела ее фотографии, и я не сразу поняла, что это та Аня, с которой я училась в школе. Она как будто и выше стала. Знаете, у нее такие профессиональные фотографии. Я помню, что мы когда учились в школе, нам учителя говорили, не надо над друг другом издеваться. Наоборот, поддерживайте друг друга. Относитесь с пониманием. Все-таки вы учитесь вместе. Я спросила, вообще, как ты меня нашла? И она говорит, что она очень любит вот этот вот формат видео, именно мукбанки. Я что-то смотрела мукбанки, его рекомендованно. Вышла я. Она говорит, что она сразу меня узнала. Вот реально, если меня смотрят сейчас дети, которые учатся еще в школе, но подростки, так скажем, да, учитесь. Не обращайте внимания, вот кто что не говорит. У нас в школе сколько хулиганов не было, знаете, все сейчас сидят. Или девочки, вот эти чекули, которые крутые. Сейчас смотришь, в таком состоянии они, ужас. Учитесь, развивайтесь. Кто бы что ни говорил. А еще помню, у нас, я не знаю, вам рассказывала или нет, но на 14 февраля у нас была такая коробочка с валентинками, которая стояла на первом этаже около раздевалки. И мальчики могли кинуть валентинку в эту коробку. Девочки тоже. И потом в конце дня эти валентинки раздавали. А мы с подругой такие хитрые, сами себе пару штук записали и кинули туда. Ну, типа, знаете, не оставаться в лохушках. Представляете. Просто огромные роллы. Я просто их ем и даже не могу разговаривать. Такие вот школьные истории. А потом я переехала сюда. Как бы здесь немножко все по-другому было. Но здесь тоже были какие-то негативные моменты. Я не могу сказать, что прям здесь так радужно было. Во-первых, новый коллектив, новый класс, который не всегда тебя хочет принять. Вот в этом плане немножко. И у нас, кстати, был мальчик, который, ну, типа, за мной ухаживал в 10 классе. И знаете, как он ухаживал за мной? Он прятал мою сумку. Я вот собираюсь домой, и я не знаю, где моя сумка. Вот курты, да, ухаживаю. Вместо того, чтобы цветы дарить, признаваться мне в любви, петь серенады под моим окном, он прятал сумку. Чуть такой агрессивный был. Мне кажется, он был неадекватный просто. Как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!